Геополитика, работа нашей экономики на фоне пандемии, борьба за жизнь и социальная сфера, зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Глава государства сегодня обратился с посланием к народу и парламенту. Название мероприятия прежнее, но форматы площадка другие. Вообще слово «другое» как никакое применимо к нынешней ситуации. Живем и работаем в новых непредсказуемых условиях, одной из причин которых стала пандемия. До сих пор никто не может сказать, когда же наступит эпоха посткоронавируса. Откроет границы, возобновятся международные контакты, на полную мощь заработает производство. А значит, необходимо планировать работу всех сфер с учетом разных сценариев. Известный тезис президента, который в последнее время звучит часто «спасти страну», уже применим абсолютно ко всему. Это и про экономику, и независимость, наше будущее, спокойную жизнь наших детей и родителей. Но, как обычно, некоторым не имется, кому-то нужно и без того усугубить ситуацию. В ход идут все средства и, в первую очередь, технологии. Через интернет, социальные сети и мессенджеры тиражируются вранье, подлог и инсинуации. Все это мы видим сейчас, когда в довесок проходим период электоральной кампании. Анализировать и делать выводы необходимо каждому из нас, понимая, где ложь, а где правда, и основываясь на достоверных фактах. А эти факты говорят сами за себя. Стоит только оглянуться вокруг и увидеть нашу красивую и любимую Беларусь. Илона Красудская о ключевых тезисах послания президента. Ежегодную традицию президентское послание в этом году ждали весной. Но все помнят, каким было его начало. Полнейшая неопределенность в мире на фоне пандемии. Делать хоть какие-то прогнозы, как будет у нас, когда тут все чуть ли не каждую минуту менялось, было очень сложно. И вот, считай, в конце лета, когда мировая экономика потихоньку начинает оживать, и учитывая эпид-ситуацию, есть понимание, как будет действовать и дальше развиваться наша страна. В этом году формат мероприятия претерпел некоторые изменения. Во-первых, другая площадка. Вместо привычного вального зала, где по большей части есть место только для парламентариев, выбран большой зал Дворца Республики. Пригласили свыше 2600 человек. Время такое, важных моментов много, люди должны владеть ситуацией. Потому пригласили не только депутатов, пул высших должностных лиц, министров, губернаторов, дипломатов, экспертное сообщество и молодежь со всей страны. Я абсолютно переконанусь, что мы будем сказать про белорусский шлях, про белорусский лад життя, про суверенность, про незалежность нашей державы. Потому что, як бы это ни задавалось пафосным, самая головная сегодня тема – это захование незалежности краины. И вот про это президент будет говорить в первую черву. И вот им глубоко переконанусь. Это будет первая фундаментальная проблема. Суверенность, незалежность – это завсюду и люди. Найдут отражение те проблемные вопросы, которые сегодня у нас есть. Найдут отражение те мысли и чаяния белорусского народа, которые волнуют сегодня многих. Молодежь должна базироваться на тех традициях, которые есть, которые идут от наших предков. Они должны знать истории, они должны разбираться в настоящем. Ну и самое главное – они должны получить закалку, чтобы строить будущее. Конечно, политикам всегда помогают спичрайтеры, но вся фактура, основные моменты послания написаны лично президентом. Сегодня в кулуарах было много обсуждений вокруг так называемой повестки. В любом случае очевидно – тезисы прошлого года и нынешнего – это как два противоположных мира. Я думаю, что этот формат актуален для нашей страны. Когда непосредственно руководители страны, когда непосредственно руководители регионов слышат главу государства, глава определяет, скажем так, стратегические задачи на ближайшие годы. Нам хочется как-то акцентировать внимание и на решении социальных проблем. У нас их немного, но тем не менее мы их решаем. Это и рост заработной платы, и выполнение других показателей социально-экономического развития, решение вопросов жизнеобеспечения наших людей, нашего района. Поэтому это самое главное сегодня – наши люди. Если говорить о медицине, то, как и прежде, мы этому направлению должны придавать самое важное значение – оснащать медицину, готовить кадры, ну и проводить всестороннее наблюдение за нашими людьми и диспансеризация. Вот это, на мой взгляд, и профилактика как инфекционных заболеваний, так и социально значимых болезней. Много было прогнозов и относительно того, с чего же начнет свое обращение президент, какими будут первые слова. И в этом году о геополитике. Мы не только не можем абстрагироваться от того, что происходит в мире, напротив, испытываем прямое влияние всех процессов. Торговые войны между странами, вооруженные конфликты, давление больших игроков. С учетом многих внешних негативных факторов, такому компактному государству, как Беларусь, важно сохранить позиции, обеспечить спокойствие граждан и развитие. Вдумайтесь, более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно защищать простую спичку, и планета взорвется. И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период Холодной войны, фактически стали анахронизмом и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новое, к сожалению, оказались не в состоянии. Здравые политики вовсю говорят об остром дефиците полноценного диалога в международных отношениях, но их не слышат. В этих условиях торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации отдельных государств. Нефтяная пандемия, потом реальная, как следствие экономическое и политическое. Закрытие границ, остановка производств поставлены на паузу международной контакты и встречи лишь онлайн. Но это только кажется, что мир ушел на карантин. Вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное, спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом, поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять с ним все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Напрасно. Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому, ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи? Видите эту помощь? От нас? Пожалуйста, мы поможем. По-прежнему все разговоры так или иначе вращаются вокруг пандемии и ее последствий. Конечно, президент будет говорить и об этом, а сказать действительно ей что. Давайте вернемся к началу года, когда мы только узнали о первых завозных случаях. Вспомним Витебс, который первым столкнулся с вирусной инфекцией. Серию совещаний о защите врачей, населения, перепрофилирование больниц, очаговой борьбе с COVID-19. Создание собственных тест-систем, восстановление и реабилитация наших людей, особенно одиноких пожилых. Как оперативно подключались здравницы и как удивляла статистика, которой раньше многие вообще не задумывались, что больше людей у нас в стране умирают не от ковида или пневмонии, а на пожарах, от алкоголизма, суицида. Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод. Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный колечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. В наших больницах не сортировали больных, как на фронте. Помоложе, покрепче. Будет жить, будем лечить, спасаем. А это старик. Он и так отойдет. Цитата. На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Наши медики самоотверженно боролись за каждую жизнь. Благодарностей в их адрес никогда не будет много. Помним эту максимальную поддержку. От простого спасибо. Спонсорских масок, костюмов до горячих обедов. Поддержки в соцсетях и внушительных доплатам государства за работу в очаге. Да и вообще на передовой всем нашим героям. Всем врачам, лаборантам, реаниматологам, медсестрам. А ведь наш путь кто только и как не критиковал. Но, как говорится, глядя на статистику в сравнении с другими странами, уже мало кто рискнет бросить камень. Как показала практика, от болезни, причем по второму кругу, и даже при максимальной защите, не застрахован никто. Наш президент тоже переболел бессимптомно. И если не коронавирус, то в любой момент на смену может прийти пандемия с другим названием. Жизнь научила. Должен быть не один план действий, а сразу несколько запасных. Говоря откровенно, мы просто не могли себе позволить уйти на карантин, остановить производство. В таком случае это стало бы настоящим потрясением для абсолютно всех сфер и, в первую очередь, людей. Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо – не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики. Мы – экспортоориентированная страна и, по сути, вмонтированы в международные производственные связи. Сейчас ни в коем случае ничего нельзя разрушать. Нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3-4% ежегодно. Это будут среднемировые темпы роста. Пока мировая экономика замерла, мы работали, продолжали модернизацию предприятий, сохранили трудовые коллективы, разгружали склады, сеяли, теперь убираем урожай. И уже ценили, сколько на этом заработаем, пока планета говорит о дефиците продуктов, голоде и падении сельхозпроизводства. Впрочем, ключевые тезисы выбранной стратегии на следующие пять лет – качество импортозамещения экспорт – это не только про АПК или промышленность. Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков. Второе. Самый мощный и безопасный источник роста экономики – это инвестиции. Много сегодня говорят о том, в том числе и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас нечестные приведут, зэков выпустят, приведут честные выборы и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок. Давайте посмотрим это с реальных позиций. Валовый внутренний продукт США во втором квартале, последние данные текущего года, несмотря на огромные пакеты стимулов, а там миллиарды вбрасывали в экономию, упал на 33%. ВВП Германии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года. Ну и куда, как вы думаете, пойдут в этих условиях американские, немецкие, да и российские инвестиции? Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Не будьте наивными, они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать – это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению. Не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм. Самый яркий пример – лозунг «Америка превыше всего». Мы. И только мы сами сможем себя спасти. Вообще, куда ни посмотри, везде что-то строится. Корреспонденты агентства «Тельновостей» недавно подсчитали, только за июль в республике появились более десятка объектов, нужных для жизни и здоровья. Дороги, поликлиники, школы, детсады, общежития, бассейны. Но, как говорится, ломать не строить. А желающих под шумок электоральной кампании накормить обещаниями, перечеркнуть все, что создано, предостаточно. Осуществляя перемены, нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Путь разрушить до основания, а затем – не наш путь. Лимиты революции и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается? Мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути. За весь срок своего президентства я не нашел ответа на вопрос, почему госпредприятия всем так мозолят глаза. Наверное, вы знаете. Если наши кандидаты или вечные эксперты и экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форума и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно крепких, хороших. Например, Батема, Гелевкин-Волокно, Белшина, Камволь, любые. Выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я уже года три тому назад несколько им предложил, до сих пор не пришли. Словом, время уже другое, и люди другие. Больше верят реальным делам. Когда есть уверенность, что завтра придешь в магазин, а там полные полки и продукты не по заоблачным ценам. Есть возможность получить бесплатное образование, обратиться к врачу. А самое бесценное – наши миры спокойствия, ценность которых сейчас пытаются нивелировать. Как будет дальше, зависит и от каждого из нас. У правительства главная задача – рост благосостояния доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто ничего не понимает, обещает золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом. Особенно в этой страшной кризисной ситуации. У нас нет дикого социального расслоения. А все остальное зависит от работы экономики. Никаких секретов нет. Будем больше производить, продавать на экспорт. Востребованную продукцию вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза. Не в пять и не в десять. Только в два раза. Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий. Формировать дополнительную пенсию под силу некоторым работникам. Главное, надо создать условия. Мы всегда трепетно относимся к старшему поколению. Признательны им за активную гражданскую позицию. Для нас важнейшая задача сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост цен. При этом сделаем все, чтобы зарплата и полученные доходы не теряли свою покупательную способность. Мы добились низкой инфляции в пределах почти 5%. В ноги реформаторы опять заговорили о полной либерализации. Но насколько важен государственный контроль цен, показали последние события. Не возьмем мы под контроль цены. Наши ответственные торговые работники набили бы жирные карманы. Строим наше будущее. Главное, было бы для кого. Многодетная семья в Беларуси – это уже не только привычная ассоциация трое детей. Все чаще решаются на четвертого и пятого ребенка. И понятно почему. В роддомах сейчас самое современное оборудование. Работают там лучшие специалисты. Решиться на большую семью стимулирует и семейный капитал. Возможность быстро и под символичный процент получить жилье. Сколько нас, белорусов, точно узнали благодаря недавней переписи населения. Более 9 миллионов 400 тысяч. Но это пока. И впредь будут создавать все условия, чтобы демографические показатели стремились исключительно вверх. Много сегодня президент говорил и про поколение Next. Молодежь, спорт-объекты, все новеллы в образовании. Программы без перегруза. Общежития, комфорт которых сродни родному дому. Словом, созданы все условия. Только учись и показывай результат. Но такое ценное время, молодость не все тратят по предназначению. Уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране. Интересное, очень разнообразное поколение. И несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как никакой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением. Гордимся еще и потому, что он у нас. Мы его взрастили и воспитали. Гордимся тем, что фактически, имея 25-30 лет опыта независимости, воспитали свободомыслящих, небезразличных людей. Ну, где-то за это и получили. Именно на чувство справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас строится противниками недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий. Картинок в соцсетях, видеороликов, в пабликах. Типа «Не будь рабом! Мы народа не народец! Не дай украсть свой голос!» Легко запоминается, легко произносится. Услышал и сразу понес массы. Не надо осмысливать. А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени, не было больно запринятое под влиянием эмоций решение. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас не упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда. Для государства все молодые люди ценность и стратегический запас. И те, кто под действием эмоций и, возможно, убеждений, стоят в цепочках солидарности за ощущением некой внутренней свободы. И те ребята, которые давали присягу верно и добросовестно защищать свое отечество от угроз и внешних, так и внутренних. Все они, те, кто в цепочке, и те противные негодяи ОМОНовцы, все они наша молодежь. Но государство, как и родители в семье, несет ответственность за всех своих детей. Самое главное – это сохранение мира и порядка на нашей земле. Для того, чтобы вы могли получать образование, создавать семьи, давать дорогу в жизнь новым поколениям белорусов. Без этого не может быть развития. За вами будущее. Но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу, сохраняйте рассудок холодным, под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры. На примере других стран мы видим, как молодежь становится инструментом в руках зачинщиков цветных революций. Манипулируют теми, кто, будем говорить откровенно, еще не думает своим умом в силу отсутствия опыта. Те, кто за этим стоит, наверняка не ввязали бы в подобное собственных детей. Загребать жар чужими руками – это же проще простого. Мы просто обязаны выиграть борьбу за умы и души людей, прежде всего молодежи. Посмотрите, что творится в информационном пространстве. Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты. С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, в частности сети интернет, мессенджеров, социальных сетей. В результате за прошедшие месяцы соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках от собственной груди. Да Господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших творцев. Вы посмотрите, они же вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки? Встречаясь с активом в столице и других городах, я бросил такую фразу. Я человек терпеливый. Я люблю разные точки зрения, разные мнения. Я пришел к этой власти из-за позиции. У меня стреляли, меня избивали, меня ломали. Но я не ходил и не плакался. Я знал, куда я попал. Скажу уже сегодня для всего мира. Мы власти, я прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прыщается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос. Еще одна резонансная тема последней недели – задержание под Минском боевиков частной военной кампании. Не имеющие ничего общего с фактами, версии сначала озвучивали сами задержанные, путались в показаниях, в точках своего маршрута, подбрасывал угли и интернет. Президент озвучил новую подробность этого дела. Я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящей здесь, и те, кто меня услышит, запомнили. Прекратите врать и месить всякую миссанину в средствах массовой информации. Прекратите. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэлу. Вчера уже позвонили. Нет, не Венесуэлу. Сами пока не знаем, куда. Мы знаем. Мы знаем. Мы родные люди. Мы, белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще одном отраде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, когда мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать и ловить по лесам. Мы же их всех отловим. Глава государства будет говорить много, важно все, не по тезисам, в своей манере с массой отступлений. Полтора часа. Тема самая актуальная, народная и, что называется, на злобу дня. Все стрелы ядовитые, ковидные, направлены сегодня против Лукашенко. Свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот, знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде, ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапте обуть народ, вам не удастся, и под плетку загнать уже не получится. И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они люди в погонах, вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая. А любимую не отдают. Слова после которых зал аплодировал главе государства две с половиной минуты. Что тут еще скажешь? Сильно и эмоционально. Теперь впечатление тех, кто все это слышал во Дворце Республики. Это действительно было очень эмоционально насыщенное послание. И к гражданину действительно мы сталкиваемся с этим еще, если уже убрать от меня, как от чиновника. Прошу меня врач. И общаясь с пациентами и с их родственниками, мы сталкиваемся с тем, что многие вещи кажутся само собой разумеющиеся. И на это не обращаешь внимания. Ну, подумаешь, бесплатное здравоохранение. Ну, подумаешь, бесплатное образование. Ну, подумаешь, что у нас можно спокойно вечером пройти на улицу. Ну, так же и должно быть. На самом деле, поездив и посмотрев мир, ты понимаешь, что так далеко не везде. И вот это правильный посыл о том, что люди цените то, что есть. Государство, которое мы построили за последние 25 лет, действительно мощное, состоявшееся, самостоятельное, которое сумеет себя защистить. И об этом очень четко сказал президент в своем послании. Послание было эмоциональным, сильным, мощным. Таким, как и должно быть послание белорусскому народу, белорусскому парламенту, лидера нашей страны. Реформы будут, но эволюционные, а не революционные. И новая конституция будет, опять же, нам решать, в каком формате она будет. И так все те же болевые точки, над которыми новое правительство сейчас активно начало работать. И импортозамещение, расширение экспорта, уход от зависимости каких-то крупных наших партнеров. Поэтому все понятно, делаем, работаем дальше. Четверть века суверенной истории, совсем короткий период, за который было всякое. Но мы справлялись благодаря трудолюбию нашего народа, его преданности, родной земле, делу. Настало время каждому из нас определить для себя, какой мы хотим видеть свою страну дальше. И это выбор без права на ошибку. Илона Красуцкая, Вероника Бута и Денис Соколовский. Агентство Тельновостей.